Нижегородцы стали чаще жаловаться на качество медицинской помощи. Так только за 2015 год в регионе за помощью обратилось свыше 340 человек, а в 2014 только 200. Но рост количества обращений вовсе не свидетельствует о том, что лечить стали хуже. Просто грамотность населения растет, интернет распространяется повсеместно, а значит жаловаться стало гораздо проще. У нас сейчас письма пишут из глухих деревень и отправляют по электронной почте. Дедушке по 80 лет. На самом деле, это просто мы читаем. Кто пишет, внучки или кто-то, но это у нас в постоянном режиме. Все обращения тщательно рассматриваются и проверяются. В первую очередь это касается гинекологии и родовспоможения. А далее следуют жалобы на широкий спектр медицинских услуг. Основной объем связан с теми видами работы услуг, с теми направлениями, которые наиболее широко распространены при оказании медицинских услуг. Это терапия, это анестезиология, реанимация и другие, так скажем, виды и профили медицинской помощи. По результатам проверок в 40% жалоб выявляются нарушения обязательных требований по качеству медицинской помощи. Но не все они говорят о врачебных ошибках. Большинство выявленных фактов касаются очередей и бюрократических проволочек. И лишь в единичных случаях они влекут за собой тяжкие последствия для пациента. Такие ситуации имеют резонанс в суде. В самом направлении защиты по медицинскому праву, оно очень сильно развивается. И если сравнить ситуацию, которая была, например, 5 лет назад и сегодня, это, конечно, две большие разницы. Общая тенденция, если говорить про суммы компенсации, то есть это от 1 до 3 миллионов. Но специалисты все же не рекомендуют бежать сразу в суд. Сначала можно обратиться в саму лечебную организацию, к заведующему или главврачу. Если конфликт не удалось разрешить на месте, тогда за дело берется страховая компания, оформившая полис. Если и в этом случае не помогло, пациенту пора идти в суд. Но перед этим нужно еще раз взвесить все за и против.